доброго дня движуха то продолжается то есть хотела вообще тут пока не работать настроение то есть сами знаете из-за чего то есть стимула стимула не хватает но я как-то тут повспоминал что я говорил на прошлых видео может там на предыдущем каком-то поза поза если отмотать примером 2-3 видео назад то я сказал что сделаю бюджетные бритвы вот так вот слово привык держать поэтому делаю бюджетные бритвы ну давай по порядку скажу что на момент у меня тут происходит что делается что не делается а это в общем мастерскую меня вытащил один человек который заказал клиночек который там был на сайте с трещиной трещина была трещина была вот тут в общем вот по такому вот эскизу который мне прислал практически похоже сделал немножко по-своему потому что некоторые нюансы есть в лезвию которые нельзя выпускать вот по правилам потому что я вот сейчас сейчас когда вот это делал делал то есть я смотрю что если бы какой-то пример человек взялся он отдал может кому-то бы какой-то точила как говорится и там по-быстрому захотели сделать клинок был уничтожили просто-напросто поэтому хорошо что я за это взялся ладно сторонку дальше прикупил сегодня деревьях ах да красота она будет белая полированная с черными такими молнии здорово вот еще только брали бы хочется сказать а так вообще все хорошо деревяшки есть да и давайте еще пока в пленочке в последнюю очередь покажу что как со всечкой тут долго я мучился долго мудрючился мы ну сами видите это я пробовал вообще бормашины как в ютубе учат фрезой сделать паз то еще хрень это вот я по старому видите тут загнула тут загнула тут косенько щелями то есть это я просто по грубому так вот ободрал древесину посмотреть что получается оказывается причина в том что это вот проволока давайте что-нибудь возьму что было видно вообще о чем говорю так резкость студия вот это вот проволока плющенная давай так народно скажу молотком сами видите что и выходит то есть что заготовить что и выйдет а вот эту вот проволочку та же самая та же самая проволока я раскатал не на вальцах к сожалению пока я не могу не тяну я вальцы по деньгам сколько за них просят раскатал прутком на наковальне в общем раскатался как так интересно прям ровно красиво даже думаю дай-ка ее попробую что же мне тут не получается через раз как бы вот так и видите сами наверное о чистота это в грязной обдирке сейчас я шлифану полирну тут будет вообще просто идеал и что вот это вот молотком плющены то есть нюансы вот такие вот в этом деле тут или делать как следует или лучше никак потому что как везде в интернете предлагает молотком плющить вот получается вот это вот извиняюсь за выражение хрень и вот это вот не на вальцах а вот именно прутком берешь пруток вот так вот и по наковальне шварчишь то есть она как это вся какая-то получается равномерная ширина равномерная толщина и в итоге вот вот надеюсь видно с обыском с ними это просто по грязному на тридцать втором номере ленте так протащил в общем вот ладно проехали по клиночкам что взялся делать так как я обещал бюджетные бритвы они сейчас просто грубо ободраны снят лишний металл но это сейчас это кованые просто кованые шаха 15 сталь почему шаха 15 выбрал потому что на меня дешевле обходится почему просто кованые спросите а не листовая потому что листовая она не будет так пружинить как кованая и как кованая давайте так в двух словах объясню берется пруток расплющивается в пластину потом эта пластина она получается такая вся неровная вот таким вот волнами и вот эту пластину расковываю вот так уже в ровную пластину вытягиваю и подбираю нужную толщину вот так вот то есть ковка не то чтобы большая не то чтобы просто посредственные так средняковая но для бюджетных вариантов это больше чем надо вот так вот я металл просто подрал все закалил после уже только каленые получаются они будут в работе я конечно то вариант вообще не по душе не устраивает вообще не люблю эти бюджетные бритвы заниматься хочется красоты какой-то хочется идеала как хочется а бюджетные бритвы не позволяют делать идеал не просто позволяют делать просто они будут то есть просто просто сделано типа титана но по твердости они бы бабы играют любую бритву вообще любую поставлю на них я уже так подумал акрил скорее всего черный на все выковыриваться не буду с правами с формами там просто сделаю оправы просто по контуру даже не буду двойную клею оправы выделывать с ним то есть чтобы убраться просто в бюджет чтобы они получились вот именно бюджетными и сейчас я что зачищу их и начнется шлифовка в общем тут кто-то позвонил сбросил не знаю кто даже а видео из этого остановилась я думал там продолжение будет нет вот что еще покажу то есть от клиночек которые вот вот так вот правленные затрещины сделал фасочку не дострия то есть она еще не острый но вот-вот и чтобы было просто легче потом его затачивать потому что явно люди будут на камнях возить то есть это будет ушок стираться там кто знает тот поймет в чем дело сейчас мы вот так вот сделаем вот дальше еще меня пару слов есть по по этому поводу кстати кто-то просил звон какой укаленных они как звенят как обычная железка потому что они еще толстые и еще не являются бритвами так давайте вот прям тут рисую в чем причина говорят так так мол у тебя подводка толстая потому что ширина заточки большая то есть ширина заточки так видно надеюсь ширина заточки должна быть допустим вот такая быть какая-то минимальная она мне вот такая больше стандартов почему объясняю показываю в разрезе бритвки меня вот так вот делаются я не обещаю что эту прямо сейчас нарисую красоту красивую и вот так вот за . вот надеюсь тут будет понятно на моих кривульках то есть вот так вот идет в окна то есть вот здесь самое тонкое место продолжается и после легкое расширение и здесь уже такой вот ромбик небольшой выходит как бы так вот так я произвожу бритвы почему это предвожу если сделать просто просто так в ноль свести и все бы да как бы не заморачиваться но когда формируется острие она может формироваться по всякому может где-то чуть гульну где-то что-то там потому что еще грубая такая заточка во время формировки и получается иногда вот то что тут какие-то неровности по ширине выходят что-то еще а вот такая вот такой вот вариант он все это дело проглатывает и потом когда вы начинаете уже точить бритву там допустим третий четвертый пятый раз она то есть вот этот вот этот ромб давайте крупно нарисую этот ромб он стачивается делается тоньше еще раз стачивается делается еще тоньше и доходит до такого места где самое тонкое место то есть получается потом кромка уже вот из такой вот кромки она в итоге станет вот такой вот надеюсь я правильно разъяснил почему подводка такая вот выглядит то есть во время заточки подводка широкая у нас вот в этом месте широкой но как я объяснил уже при стачивании она будет вот так вот двигаться потому что она очень маленькая просто рисунки так смотрится крупно она очень маленькая вот это вот этот робик и он сочится при даже уже при третьей заточки вы сразу заметьте что у вас кромка стрия сужается при второе еще наверное не особо заметно будет вот как-то так а так вроде бы все вот сейчас опять значит я на суше решил я заниматься вот этой вот фигуриной надо как-то выворачиваться может у кого кто знает кто может продает недорого вальцы киньте ссылочку пожалуйста недорого это бы допустим вот в питер я тут звонил тут один мужик продавал за 3500 вальцы нерегулируемые небо их до 100 хватило проволоку раскатывать то есть я не ювелирными деревья не занимаюсь мне раскатать проволоку просто нужно тупо в один какой-то размер все вот он 3500 продавал но плюс там доставка в 3200 ее 3200 плюс доставка там все это я вытерплю но вот если допустим там уже есть вальцы за 67 тысяч я пока не пьяну еще связался с одним тоже на авито кстати как первый раз не помню из какого города екатеринбург по моему там вальцы за 5000 но плюс доставка это мне обойдется практически 6 на данный момент это уже не потяну так что если где то может вы видали варианты такие вот дешевле чтобы не вышло до 5000 насколько я сейчас могу себе позволить тоже конечно напряг но могу позволить поэтому вот скиньте ссылочку если есть такая вот вас информация все прям все рассказал даже добавить ничего я пойду сейчас заниматься клинками дальше произвел шлифовку лезвий только лезвий больше ничего клиночки будет уже вот так залапал вот с такими лезвиями лезвий будут матово блестящие сейчас я еще протру здесь вот секунду вот могнуть 1 4 без изысков этот с тонким обушком для сравнения покажу он миллиметра 3 я конечно не переваривают из таких тонких заготовок вообще бритвы производить вот такой лепесток тонкий вывел но на грани на грани чуть был не убил а что железо тушь мало угол надо создать большой чтобы в было удобно слышите да что я бритва делаю пример не побоюсь этого слова элитного класса которые поют и что это вот чувствуете разницу нет пени но что вы хотели бюджет вот пожалуйста он такой поймал резкость вот 1 4 вогнутость ну что скажу по бритью вот много на рассаду у кого вопрос какой возник а как они будут брить а были тем будут очень даже неплохо я вам скажу будут брить они даже резвее будут брить чем допустим 1 2 вогнутость потому что 1 2 она подхрустывает она не дает такой вольности приобретение как допустим 1 4 так что не переживайте такой вариант вас не разочарует одна черта слушаем 0 только слышно что-то короткий которые подчеркивают огромную твердость кстати твердость и вообще удивил ну как удивил я сам перестарался честно у меня было 65 единиц это вообще предел для этой стали просто предел окончательный но думаю как бы мне не доиграться думаю дай-ка их отпущу подержал сейчас 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 10 час 10 ушло подержал их на отпуске вытягиваю оттуда думаю ну все наверно конечно уж какие там 65 замеряю 64 с половиной а отпуск полноценный произошел то есть ух то есть ух огонь она черта но какая тонкая вот тонкая она 62 с половиной подает единственные которые 62 с половиной но это опять же сравнению со всеми бритами особенно там не особенно сравнению со штамповкой которые производят за границей эти бритвы их не то что на шаг впереди а так расстояние беговой дорожки ну все как-то да дальше думаю что делать дальше а дальше и закрыла мне состряпать оправы или из этой вот красоты вот это вопрос вопросовом бы принципе как бы сам по себе и не был бы таким вопросом если бы если бы нет стоимость то есть мне нужно убраться бюджетную стоимость то есть итоговую чтобы они получились бюджетами если я вот эту штуку и не поставлю из бюджета вылетают пускай недалеко а это то есть получается вот эти вот бритовки у меня получаются округленно я только сейчас не могу говорить потому что я не люблю дрындеть как говорится если уже сказал вот так значит будет так а если я не уверен на сто процентов поселивши 99 значит я не любитель говорить что-то утверждать точнее но они должны получиться если с акрилом в районе где-то 4 600 а там чехол будет тогда это чехол если даже я его возьму по минимуму говорю это 4800 это я так думаю сейчас на вскидку стоимость если я поставлю вот эту красоту это реально красота то стоимость крепко возрастет не чтобы прямо там на тысячи но бритовки будут стоить уже явно где-то 5 600 5 700 что-то вот так вот что-то вот так вот тем более если я у них этих древесины не оставлю плоскость а буду еще уводите двойной клин там еще по инструменту они ближе к 6000 подкатят вот тут у меня дилемма то ли у нее сил ком убираться в бюджет до 5000 как это уже заведено принципе то ли мне перескочить этот бюджет но сделать более фейковые такие как любые слова откуда у меня вылезло более такие приятные на взгляд вещи второй каш вариант не больше нравится пуст акрил он уже есть на сайте выберете акрил ну хорошие все нормальные оправа но оправа еще должна радовать а вот такая думаю будет радовать пока склоняюсь больше в эту сторону а там поглядим хорошо сегодня впахал хотя наверное многие тоже думают что что-то впахал лезвие сделал ну вот даже лезвие такие вот одну четвертую сделать за один день это если честно это честно очень быстро это очень быстро за один день то есть вот просто снята же снятый металл был практически до тонкого прям тут где-то до 0 15 и после этого момента нужно было вывести лезвие вот так вот такая вот у меня работа что это очень быстро за день сделать такие лезвие если лезвие 1 и 2 то я за два дня не управляют даже если буду очень быстро делать там дня хотя бы 4 надо иногда даже 5 уходит смотря как вылизываю поэтому это очень много сегодня сделал то что ты полезен а там дальше уже мелочевка осталось это по плоскости тут их зачистить все выровнять закруглить бабушки три бушки насечку тут то есть тут уже ни о чем работа так упереться на полденька потому что надо аккуратничать чтобы лезвие не хлопнуть в этом процессе и можно уже потихоньку рисовать оправы к этим бритвкам все все что-то я выдохся поэтому я это я домой как хотите я домой до свидания спасибо что терпели меня слушали смотрели тем более кто сейчас вот на данный момент смотрел до конца а значит это то что я снимаю это нужно а если нужно значит это хорошо все до свидания